принесли мне сегодня вот такую вот красоту с жалобой не ловит каналы это видео не ремонте а просто обзор жека начни лет телевизор samsung белого цвета белый телевизор у меня всего лишь это 2 1 было супра аналогичной диагонали но этот смотрится поприятнее на самом деле потому что тут такой узор дерева супра была просто белая и просто пластмассовая сенсорные кнопки которые очень плохо видно тут просчет samsung надо было надписи делать наверное все таки темными хотя тогда бы это было некрасиво как на супре там были темные надписи прям черные хотя не не надо было и так хорошо samsung надпись нанесена снаружи и вообще сама рамка она из себя представляет полностью прозрачный пластик и белая краска нанесена с внутренней стороны у нас по всему периметру есть вот такой вот выступ прозрачный то есть если этот телек ставить на окно он будет хорошо смотреться матрица матовая смотрите как он тонкий 22 дюйма вот такая вот толщина посмотрим сзади на маленькие телеки делать обзор удобно и сзади у нас сзади металлическая задняя стенка есть какие-то темные разводы как будто курили помещение телек кухонный здесь у нас восьмерка все разъемы у нас в стороны смотрят что очень удобно для вешения на стену нога такая же как у монитора и вот эта часть она смотрите она прозрачная то есть опять же телек будет шикарно смотреться на окне это пластмассовая а это тоже пластмассовая это не стекло такая вот модель кто маркировки моделей разбирается уже понял что это телевизор 2010 года я вам напомню вот это вот 2010 года такой тоненький маленький но прошу заметить что не full hd а четвертая серия значит просто hd либо 1600 на 900 либо 1366 на 768 скорее всего последние разъемы оптический аудио выход антенна здесь комбо тюнер и аналоговый и цифровой с карт который вставляется через переходник здесь он очень плоский здесь нужен переходник и компонент и тюльпаны который также вставляется через переходники тут джеки вага 1 hd my 2 hd my и вход звука для вага либо вот это выжимая если через 9 переходник далее у нас слот модуля расширения для цифрового телевидения usb и наушники телевизор просто принесли с очень интересной проблемой проблема заключается в том что жалуются что не ловит не находит каналы и ребит да это оказалось действительно так но прошу заметить что вроде сейчас уже 2019 лет а и аналог везде отключили почему пользуется аналогом тюнером ответ просто кабельная тогда еще один вопрос почему по кабельному они не принимают цифру вот это хороший вопрос либо не сумели настроить либо еще что-то но когда я его настроил цифровые каналы он поймал а аналоговые каналы он не ловит вы наверное все скажете что да и нахуй они нужны вы будете абсолютно правы и остается открытым вопрос то ли не у всех операторов по кабельному идет цифра то ли они криворукие лохи хозяева телевизора но ввиду возраста он не умеет т2 поэтому этот телевизор немножечко не актуален от антенны он ничего не поймает уже и вообще в самсунгах вот такая вот проблема нередкая когда комбо тюнер и половинка ломается и чаще всего почему-то у всех ломается аналоговая часть и его за каким-то хером рису несут ремонтировать хотя вот вам блять пожалуйста цифровой работой смотрите так нет блять я натыкался на ремонт и вот например б 530 вот у меня такой был которому меняли кварц в тюнере аналоговая часть отказала и сто пудов цифровая работала и в нашем было а в нашем было наоборот аналоговый тюнер работал цифровой очень сильно выпендривался и сейчас у меня стоит аналогичная модель которая на год на год старше этого девятого года выпуска телевизор у него цифровые каналы не хотят ни в какую работать на холодную там работает прогревается начинает рябить квадратить заикаться а в предыдущем кстати было наоборот холодный работал прогревался зарабатывал эту сто процентов неисправный кварцевый резонатор один из двух там их два но самые очень не буду аналог у него работает то есть кабельные каналы либо будет использоваться как монитор либо и новые его владельцы если я буду продавать уже будут сами решать да это будет только внешний обзор обзор менюшки наверное не буду делать она тут такая же как во многих во всех точных буквы c покажу лишь пульт пульт заслуживает внимание он прекрасен он прекрасен аккуратный скос кстати вот вот этот вот скос он прям как на самсунгах на первом galaxy только там такой скос на попе такой вот ровный красивый симметричный пульт как по мне он смотрится лучше вот этого хотя этот тоже хорош но угловатый пульт мне нравится больше чем полукруглый функционал у них одинаковый они абсолютно взаимозаменяемы и это охренительно но на этом наверное мы с вами закончим хотя нет не закончим не закончим сейчас я покажу вам еще один такой момент который в моделях с буквой c прекрасен и в плазмах и в жека и в ледах то есть ps л-е-у-е то есть опять же буква c это одиннадцатый год ой десятый год до 11 и вот в более поздних этой фичи уже не было а тут она есть часы покажу какая включаем его так не тебя вот она вот про то что я и хотел сказать мелодия при старте и мелодия при выключении в моделях десятого года она самая хорошая а потом ее просто больше не было в предыдущем году в девятом году в моделях она менее приятная совместимость пультов взял да включился соседний телек заколебали как ни странно у этого телека приятный звук но у него есть один серьезный минус который именно как по мне довольно таки холодная матрица и не самая яркая но угла углы обзора у нее годные но гамма именно не очень вот прям холодная-холодная Продолжение следует...